Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Мы сегодня в полном составе и приехали погулять в район Сочинский. Называется он, ребята, район Мамайка. И сегодня будет довольно-таки непростая прогулка. Ну, во-первых, почему? Наша задача сегодня вместе с вами отыскать... Мамайкале? Мамайкале. Когда я сказал Насеньке, что мы поедем в Мамайкале, Насенька думала, что мы едем в ресторан. А я ее привез на заброшенную крепость, на которую в Сочи забили. Это турецкая, да? Турецкая крепость очень древняя, и она, короче, исчезает. Сейчас попробуем ее найти. Также наша задача сегодня попасть на пляже, посмотреть. Там есть какой-то интересный пляж Куба. Пройдемся по поселочку. В общем, выпуск будет интересный. Поддерживайте выпуск лайком, пишите свои комментарии, делитесь выпуском в свои социальные сети. Просто нажимайте на репост, неважно, куда вы репостнете. Приглашайте на канал своих знакомых, друзей, коллег, сыновей, родителей. И давайте начинать. Подписывайтесь. Все, теперь точно погнали. Итак, друзья, мы находимся с вами на такой парковочке перед магазином. Вот здесь проходит эстакада, с которой мы приехали. Мы решили прямо тут запарковаться. Надеюсь, нас отсюда не угонят. И начинаем с вами двигаться по интересному району Мамайка. Название, конечно, очень классное. Мамайка. Похоже на Майами. Как я читал про этот район, здесь ничего дельного нет. Я не знаю. Будем пытаться что-то дельное найти, но пока у нас только огромные бетонные сооружения. Как многие пишут, что здесь минимум зелени относительно других районов. Но вот в Эмиритинке ее вообще, по-моему, нету даже вот столько зелени. Дворы, вот такие дома, высотки, очень узкие тротуары, пока мы с вами видим. Ну, посмотрим, пройдемся до пляжа. Ну, конечно, кошечку Радюша не может обойти стороной. Да, пошли, свинок, видишь? Так, красивые навесы. Ну, ты же знаете, короче, тут начинаешь идти, и сразу архитектура просто на любой вкус. Хочешь вот такие высоточки, хочешь вот такие сочинские павелы, хочешь вот такие пластиком обитые. Вон там на горе еще всякие разные штуковины построены. Так, давайте я вас ориентирую, если у меня сейчас получится это сделать. Что это за улица, да, и где мы с вами гуляем? Улица называется Крымская, я вон увидел на табличке. Здесь что, здесь всякая стоматология. Ну, в общем, ничего дельного. Родион, давай мне руку, пожалуйста. Родион. Все, пошли. Так, самое что удивительное, что у нас сегодня погода в Амеретинке была какая-то нереально теплая. У нас светило солнце. А сюда мы приехали, а тут вот, можете вы сами заметить, с тучками все затянуто. Сейчас со дня обещают здесь дождик. Не знаю, я очень надеюсь, что у нас получится не попасть под дождь, так как нам нужно еще отыскать эту крепость. О, посмотрите, какое большое здание, он там коричневое. И, видимо, оно и не строится. Забитый водосток. Что не есть хорошо в горной местности, если идут дожди. С гор все спускается. Ну, так бы, водосток забит, и здесь будет просто потоп. Так, движуха нетуристическая части местная. Здесь вот такой небольшой рыночек, да, если его можно так назвать. Овощная палаточка. Очень узкая дорога. Тротуар мы с вами где гуляли, по-моему, блин, вылетел из головы. Короче, тоже тротуар был только с правой стороны, а с левой не было. Что меня вообще удивляет. Видимо, тротуар в этой местности, короче, редкость, да. Мы с вами вот идем, и все. Причем вот стоит домик. Видимо, скоро он будет такой мини-отельчиком. И дорога. Как бы ты такой вышел с отеля, да, у тебя даже, в принципе, территории нет. И тебе нужно сразу перейти дорогу и попасть на тротуар. Так. Вход, смотрите, вот дом и вход во двор, вот по такой лестнице. Причем, как люди здесь управляются с колясками. Давай, Родин, ручку. Ну, еще вопрос. Ну, классно, высадили клумбы. Классный аккурат, Родин. Так, частная застройка. Двигаемся с вами, двигаемся мы в сторону моря. И там же где-то там находится эта крепость. Ну, посмотрим. Если сами не отыщем, будем интересоваться у местных. Красивое белое дерево, что-то цветет. Так. Большой отель. А, это не отель, это даже какой-то жилой комплекс, потому что я увидел табличку, что продам квартиру. Ну, друзья, вот такие здесь классные деревья. О, так это кедр. Ничего себе. Ага. Так, пропускаем людей. Да, кедр. На, смотри, кедр. Так. Смотрите, вот такая застройка. Архитектура. Архитектура. Артем, а как я тебе руку дам, если мне в одной руке камера? Нет, конечно, я так не могу. Так, а вот тут, вот в этом жилом комплексе, находится торговый центр «Мамайка». Вот так вот, представляете? Зачем? Так. Палаточки, да, пахнет вкусно. Мясо, рыба. Так, здесь есть, что, магнит, магнит-косметика, парикмахерская, баланс-клаб, тренажерный. Так, с парковками здесь, сами можете заметить, туго, да? Просто так все паркуется. Ну и начались с вами тут вот такие овощные палаточки. Здесь много свежей застройки. Вон по ту руку. В общем, первое впечатление от «Мамайки» – очень серый район. Если ходишь, допустим, по «Эмеритинке», давай ручку. Все улыбаются, такие довольны. Тут здесь какие-то угрюмые что-то люди. Ну, я не знаю. Местные, что с вами? Улыбайтесь. Вы живете в прекрасном городе. Да, райончик серый. Ну, что поделать? Здесь, вот везде, сколько я иду, обращаю внимание, вот эти бетонные укрепления, чтобы в случае какого-то коллапса с гор, ну то есть, да, хотя вот можно увидеть, они все потресканные. У нас заканчиваются с вами тротуары вот с этой стороны, и нам нужно каким-то образом сейчас перейти на ту сторону, где тротуар, вот оттуда вот он начался, тротуар. Сейчас мы всех подождем и будем переходить. А вот на той стороне, получается, мамайки, вот вы можете видеть, там свежая застройка. И сейчас, ребята, мы перешли дорогу, и у нас начинает дорога подниматься прям резко вверх. Мы просто начинаем двигаться в гору, и шаг становится такой тяжелый. Вот посмотрите на эту застройку. Блин, выглядит, конечно, ну и не айс есть, честно. Я упал. Да. Можно в водички. Так. Можно понять, что мы уже долго идем в гору. И вот отсюда открывается вид на, вот получается, на ту сторону мамайки, да? Посмотрите, сколько недостроя. Здесь прям такое... Новострой и недострой. Он просто недостроек вообще, просто бетонных этих историй, которые запустили... Кто в курсе, почему здесь бросают строительство, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно будет почитать. Вот так вот люди живут, вот с таким обрывом, вот с таким участком. Так, ура, мы с вами поднялись сейчас в гору, а дальше будет спуск вниз. Здесь, смотрите, такая парковка автобусов, да? Конечная, видимо. Вот очередная застройка, которая недостроенная. Справа красивый такой отельчик. Мы продолжаем углубляться в сторону моря, да? Я, конечно, не знаю, как если вот вы приезжаете, отдыхаете где-то там, снимаете жилье. Идти до моря, ну, на мой взгляд, не то, что как бы проблематично, но очень долго. И в жару, конечно, ну, я не знаю, ладно, на ваше усмотрение. Что касается крепости, она находится где-то там, где вот это вот, видите, сооружение. Бетонное заброшенное, стоим. Да, еще и постоянно гоняют машины, да. Вот ходить, в общем, не очень. Архитектура, да, сами видите, просто вот такой забор. Люди каким-то образом вот так вот закрывают свои участки. Так, а вот это вот заброшенная стройка, я они тоже читал. Здесь все забором обнесено, и наверху забора колючка. То есть туда, я знаю, что туда как-то проходят, где-то там дырка какой-то, лаз. Но мы, конечно, туда не пойдем, смысла от этого нет. Если получится, мы сейчас запустим туда просто квадрокоптер, немножко там полетаем. И посмотрим, что вообще там из себя представляет данная заброшенная, данная заброшка. Вот, и где-то там вот эта находится крепость. Очень-очень хочется ее отыскать. Музыка. 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 так тем временем ребята мы уже с вами все ближе и ближе подходим к береговой линии сейчас дорога резко идет вниз я уже увидел поезд вы наверное тоже сейчас посмотрим какие там дела все вот так вот изрисованная граффити все заборы вот вид на ту сторону мамайки архитектура в мамайке конечно ночи огонь в общем друзья здесь такая классная стена кто-то напишет что же мне классного на самом деле просто потому что ребята художники и уличные закрыли вот эти ужасные бетонные сооружения закрыли своими красивыми рисунками я считаю что это здорово что у них есть такая возможность и это не просто там здесь был вася да а по-настоящему красивый арт-объект посмотрите как это интересно смотрится и конечно это очень сильно скрашивает вид на эту херню достроенную вот такими красными рисунками это вообще-то нереальнейшее творчество ребят которые вот так вот рисует так ну что друзья мы с вами прям почти в упор уже подошли до пляжа здесь можно прикупить овощей палаточка такая небольшая и отправиться на пляж так вот тут вот есть такие номера смотрите отчасти прикольно потому что вышел и сразу пошел к морю есть указатели же до станция мамайка да она здесь прям совсем рядом там так и проходя по железнодорожными путями пацаны нам сюда мы сами как раз попадем сейчас на пляже ребята готовятся к сезону так пошла туда улице и сюда все мы с вами отправляемся вот сюда пацаны пойдем россия они подскажутся когда мы таскать эту крепость мамайкале не знаете пойдем придем нам сюда так здесь видимо летом курортные всякие товары до продаются есть туалет который функционирует на пляж на этот запрещено с животными там висела табличка ну вот такие друзья виды здесь все готовится к сезону он ребята что-то делают верандочки какие-то красавы здесь будет прям движ и вот мы попадаем на этот знаменитый пляж ребята актам праздник куба пляж куба слышите круто сейчас мы с вами по береговой линии пройдемся как пройдемся прогуляемся сразу он джек ворбей а вот виды как раз на ту заброшку которая была дай не знаю что там застраивалась так приз курант прокат шезлонгов сезон 150 зонт 150 пляж куба и его величество смотри вон сейчас пойдем сюда до самых это графики да это прям вообще класс смотрите вот джек воробей нарисован вот так вот куба кто был на клубе пишите комментарии мы бы вот с удовольствием прям бы съездили такие крутые арт-объекты мне прям нравится как вам как вам такой стиль пляжа когда закрывают вот эти ужасные волнорезы вот такой архитектурой по мне так это крутяк вон джек воробей артем пошли к нему подойдем и конечно давайте сразу с вами поздороваемся с морюшком ну вот он отдых вот с этими чих-пых чих-пыхами ласточка море так но достаточно чисто и здесь этот волнорез такой интересный что он полностью изолирует ваш взгляд от соседнего пляжа да вы просто видите эту бетонную стену подойдем сейчас к тому арт-объекту это джек воробей я не перестаю говорить насколько я люблю гальку именно родную потому что она мелкая она плоская посмотрите по ней летом приятно ходить это не то что это завезенное меритинки огромнейший булыжники по которым я не знаю в этом году просто завезли такую дичь согласны со мной на огромнейшие камни по которым я даже не представляю как летом блин там можно будет вообще ходить но посмотрим может быть сейчас завезли крупную чтобы сбивать волну а может быть так все и останется вот еще один арт-объект капитан джек воробей за деткам там сразу интересно они там ух посмотреть какая точная копия насколько художники красавчики кто занимается такой темой так табличка уважаемые отдыхающие пляж не функционирует бла-бла-бла-бла-бла-бла все понятно так и можно с вами наблюдать вот такую кафешечку зону здесь наверно что-то достроится я надеюсь ну вот такой вот пляж здесь скорее все лежачки выставляются летом визуализируйте как говорится пройдем немножко на мост да мы все здесь короче пока пусто особо ничего пляжи пустые ребята в мамайке пляжи пустые и вид на заброшку в общем ребята там где мы сейчас с вами находимся это и есть все пляж куба он состоит из четырех вот таких вот секций до загражденных волнорезами а дальше тот волнорез который первый я показывал за ним находится пляже октябрьский сон у моря и русалочка вот такая здесь обстановка вот такие тут пляжи сейчас дальше пройдемся посмотрим какие там заведения будут летом там с работы трактор заодно посмотрим что они там ровняют что они там копают в общем сейчас все вместе с вами увидим очередной отсек да в которой мы с вами попали узкий пляж на узкие я тоже читал что многие про это пишут что пляж узкий то есть да если вам до адлера надо еще ехать то здесь при можно остановиться и начать свой отдых вот здесь значит друзья вот такой family food кафе надеюсь да будет функционировать здесь вот как смотрите здесь летом дайвинг есть вот так впереди я вижу спрыгивай сынок какой-то видимо ну как он винт винд серфинг открываются до пляжи бетонным нет напоминает ялку ялту где там же тоже вот такой бетон в ялте и вот такой вот маленький пляж здесь видите не знаю чем-либо здесь был сильный шторм била волна что все ступеньки засыпано галькой а вот трактора свозят видите видимо там ее много либо и завезли ладно сейчас будем смотреть и перекидывает на на этот пляж ну потому что он реально здесь узкий его нужно каким-то образом расширить как-то тащи отдыхать туда же лежак не поставишь ладно так глянем о ну тут овощи он широченный слушайте гляньте ну вот тут вообще вовсю есть даже раз то ли два туалет какой-то переход установили свои видимо здесь что-то будут устанавливать интересные смотрите какой пляж широченный вот я понимаю еще мы с вами пройдем подальше когда устанавливают зима теневая зона будет здесь смотрите раз из развлекух это вот установленные столбики под волейбольную площадку такой песочек видимо будут бунгало не надо радион трогать пожалуйста спасательная вышка и открывается вид на замок ничего себе кто-то бабахал себе а Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всех обнял, всем пока!